ДИПЛОТАТОР Давай же звук Вот такой вот у нас Диплотатор Получается он делается из амфибии Диплокаулюса и Ирритатора Которых мы уже успели посмотреть и вы знаете что это такие за животные Значит у него голова Как это объяснить то С боковыми выступами собственно говоря как у Диплокаулюс То есть он от этого наследовала морда такая более удлиненная В Иритатора он пошел и вот эти вот выросты Два тоже от Иритатора Значит эти выросты боковые заканчиваются Шипами такими острыми И весь вырост тоже шипами покрыт разного размера Значит имеется спиной такой гребень Такой небольшой ну виде Ну не гребень Ну да Вот это наследие от Иритатора я так считаю Вдоль него шипы разного размера идут Ну почти до конца, до кончика хвоста Ну вот как видите до половины даже И имеется еще и второй ряд по бокам И зубастая пасть это вот тоже в Иритатора мне кажется Ну а ведет себя как обычная амфибия по сути Так что-то я случайно Так идем двадцатый уровень Ну значит ему тут окрасы добавили Как видите разнообразного Все эти синие, красные полоски Тут вдоль всего тела тоже что-то появляется такое В целом он очень довольно прикольный Он вообще выдуман именно Вот как это все у него будет Вот есть гибриды допустим Корнораптор По сути просто взяли модель Раптора И нарисовали Представили ему рога Корнотавра И все, это единственное по-моему изменение Ну и морда еще чуть более короткая Чем у Велоцераптора Все То есть ну он какой-то простенький такой гибрид Вот сегодня мы его посмотрим А вот здесь вот как-то знаете много деталей Ты прямо вот наблюдаешь именно Что, можно посмотреть Что от кого он получил Вот при скрещивании знаете При создании Вот значит на 30 уровне Вообще тут какой-то не знаю Флаг Великобритании у него на лице На морде вот Лапки такие маленькие если честно Как он такой тушь-то носил Ну сразу пестрым его сделали Это как-то по-моему Ну не знаю, не круто Можно просто вот здесь все красным Знаете, а то на одной голове столько всего И не успеваешь даже просмотреть Так, ну и вот 40 уровень Значит, что изменилось Вот гребень вот этот Стало чуть больше Ну как гребень вот этот Типа гор Парус такой вот на спине Вот Шипы теперь до Конца хвоста До кончика хвоста идут И здесь они просто огромные Даже треугольные формы такие Что если кто-то будет нападать сверху Допустим, какой-нибудь петерозавр Он рискует потерять вообще конечности Ну и здесь тоже шипы чуть побольше стали Значит Как у иритатор На сороком уровне Соединились два костных выроста И на них еще ряд шипов Такой еще идет В дополнение Значит, здесь шипы тоже стали крупнее Вот на концах выроста Это просто какие-то рога Просто офигеть Как у барана какого-то Еще они и вперед были бы закручены Чтобы, знаете, он мог таранить кого-нибудь Ну, в общем, это такая своеобразная пила То есть он вот Если, допустим, под лодкой проплывет Он ее напополам разрубит Значит, здоровье 1691 Если взять предыдущее видео То будет больше, чем у всех, по-моему Даже у анаэзавра меньше А атака что-то среднее Между димитродоном и у анаэзавром Ну, для редкого Это вполне нормально Довольно неплохо Довольно мощно И я помню, что когда я сам играл Вот, когда я его в битвах использовал Он мне очень сильно подсобил Я его почти чуть ли не в каждую битву брал Но тогда у меня слабенькие были амфибии А вот, ладно Идем дальше У нас еще два редких имеется в парке Ну, их вообще всего еще двое Которых вы не видели Вот, собственно говоря, корно-раптор Вот он такой у нас на 10 уровне эволюции То есть сделан из... Так, из какого раптора же он сделан-то я уже не помню Вроде пиро-раптор Нет, не пиро-раптор Надо посмотреть Просто рапторов-то много у нас всяких Пиро-раптор Ну, пиро-раптор я точно помню, что он используется для спинозавра А здесь, возможно, пиро-раптор, да, используется Да, пиро-раптор и корно-раптор Все, я правильно, значит, как подумал Вот Ну, значит, просто как бы взяли модель пиро-раптора Возможно, хвост ему чуть подлиннее сделали Ну и морду подогнали Хотя, если честно, морда прям как у пиро-раптора Так что даже с мордой ничего не делали Ну, вот и рога по бокам сделали И вот ряд таких вот Косных остеоцид вдоль спины Это вот от корно-раптора Все, все Все, что он взял от корно-раптора Это вот, как видите, совершенно маленькая часть Мне кажется, было бы прикольнее, если бы у него передние конечности были бы маленькими, как у корно-раптора Типа, ну, не знаю По-моему, это логично, что такое могло получиться Ну, здесь все движения, опять же, при нажатии вам, как у обычного раптора Ничего нового вы не увидите Так, на двадцатом уровне у него изменяется окрас, естественно Полосочки вот эти всякие появляются И он по окрасам начинает походить на корно-тавра из мультфильма Динозавр Кто смотрел А вот, рожки у нас тут выделяются Так, на тридцатом он еще таким вообще красным становится Такой дьявол, знаете, он диабло у нас такое Вот, да, и сейчас вот на сороком посмотрим Естественно, там, по-моему, вообще практически никаких изменений нет Ну, в принципе, нет, он как бы, я, может, и жаловался на него Но, в принципе, он как бы выглядит довольно прикольный Такой гибрид, красивый, ну, в плане строения, окраса, по крайней мере Ну, ты, я просто намекал на то, что незаметно, что От корно-тавра только рога и все Как такое может быть? Вот диплататор, там виды, что это гибрид из двух каких-то животных И даже можно определить, каких А у корно-тавра, по сути, очень трудно Так, вот корно-тавр на... О, корно-тавр, говорит, корно-тавр на сороком уровне Опять же, пестрая очень окраска То есть, такой он здесь оранжевый, красный, желтый Фиолетовый, всякий, синий, там вот эти шипы, значит, которые у него были Они стали просто больше размером Такие заостренные теперь Значит, на передней конечностях здесь вот ряд шипов появился И здесь один шип, который направлен в сторону, ну Прямо направлен Ну и на плечах вот здесь вот у него тоже шипы не такие небольшие Ну и на голени один шип назад, который в сторону хвоста направлен Все, и рога, даже рога не увеличили Все, это получается единственное изменение вот у корно-раптора Ничего нового здесь не увидите Вот, ну и получается у нас здоровье почти 2500 Урон 954, то есть он очень мощный И он мощнее от всех легендарных животных, которые мы пока что я вам успею показать Он не каждый легендарный такими характеристиками похвастается А вот он, это просто редкий гибрид получается Так, ну и последнее животное, которое я вам сегодня хочу показать И последнее редкий гибрид, это у нас пахицератопс Насколько мне помнится, он делается из пахицфалозавра и Как его называют? Называют-то Забыл совершенно название И носу-то цератопса, да Вот из этих он делается Просто название забыл Ну здесь как бы тоже можно увидеть, что он наполовину Ну тело взяли цератопса, а голова чем-то уже напоминает пахицфалозавра Но в основном, больше эта часть все-таки идет от цератопса и тела и все такое Значит, у него что? Огромный такой шейный воротник Просто огроменный такой, твердая башка, как вот здесь твердый Я уверен, кость летая, как у пахицфалозавра Подобие рога на кончике носа И вот он накоявлен такими шипами Очень узкими и длинными такими, знаете Как копья такие торчат Разного размера они Значит, позади каждая лапа тоже шипа по три На конце хвоста такая розетка шипов И все тело покрывает пластины, которые соединяются друг с другом Они разного размера Костные такие пластины Такая своеобразная броня Ну да, то есть у него все движения, как у цератопса все-таки Так, на двадцатом уровне ему красиво окрасывали по сравнению с начальным уровнем То есть спина такая яркая у нас, как бы Привлекает на себя внимание А тело такое темное, чтобы, знаете, сильно не привлекать внимание хищников Как-то вот я считаю, что, возможно, такая задумка Либо просто как раз Или это я тут выдумываю и сижу Вот, полоски такие, ну, прикольно смотрится, если честно Да, довольно такой неплохой гибрид у нас На тридцатом уровне то же самое Только еще более ярко, что прям вообще Его было видно за километр Вот специально сделано, то есть, образно говоря Вот стадо, небольшая стада гуляет И где-то там группа животных гуляет в лесу А вы, ну, в парк прибыли И приезжайте, допустим, на той же машине, как вы в первом парке Их, ну, вам их не видно А их вот так специально окрасили Вы смотрите в кусты и все равно замечаете Возможно, какую-то часть тела Чтобы это специально выдумано Вот О, на сороком уровне, да Вот здесь стоит немножко про него поговорить Начнем с того, что Где были шипы раньше Там добавилась еще одна пластина И она их как бы закрыла, эти шипы На... в задней части Каждый из лап, они просто поменяли цвет И, по сути, остались такими же А красный более еще изумительный такой А значит, вот этот воротник Вот эта летая кость Она покрыла даже почти кончик клюва И тоже захватила рог, который раньше там был, как вы видите И стало просто огроменным Мне кажется, он мог таранить танки И кость у него, ну, не сломается пополам Потому что, ну, танки я, конечно, возможно, переборщил Но Очень твердое покрытие Даже камень, я считаю, что он мог таранить Потому что, просто, ну, посмотрите Толщина, наверное, сантиметров 50 у кости 50 сантиметровая толщина кости Это, прям, не знаю, бетонная стена какая-то Значит, вот эти шипы, они стали больше гораздо, наверное Вообще метровые И в желтый цвет их тоже окрасили Воротник увеличился в размерах Ну, посмотрите, здесь только маленький был Да, и здесь вот почти в два раза больше И в ширину, и в высоту Ярко окрашен, чтобы привлекать внимание Здесь вот такой ряд шипов Или, возможно, даже маленьких рогов Один, он более острый Это специально, чтобы Все-таки не просто ему Поцарапать, а именно дырень такую оставить Допустим, в животе И чтобы там погиб там хищник нападающий Ну, и весь воротник покрыт рядами шипов разного размера По центру они более крупные Там такие рассеянные мелкие Это вообще, вот если он кого-то проткнет вот Своей головой То тот превратится в сито, мне кажется У него есть Не останется части тела, которая будет не повреждена Ну, и все костные пластины Они тоже стали защищены шипами Тоже вот здесь разного размера Посередине более крупные То есть, вдобавок к тому, что вот Спина такая прочная Еще и вот эти шипы Ну, вот Опасная такая травоядная Значит, здоровье больше, чем у Корнораптора И атака тоже Как вы можете увидеть То есть Опять редкая травоядная У нас Самая мощная, по сути, из редких Это вот этот травоядный Пахицератопс Ну что ж, надеюсь, редкие гибриды вам понравились Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Вступайте в группу, канал Ссылка будет в описании С вами был Дарсидиус В следующем видео увидимся И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok